Продолжение следует... Да, все это само так получилось, действительно, все как дьявол какой-то вселился в школе. Кто меня знает, пусть меня все простят. Абсолютно ничего не помню. То есть в этот момент, ну, я не знаю. Это был я, конечно, но это и в первую очередь водка была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем каждый второй убитый в момент совершения над ним преступления тоже был пьян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для визита в научный центр имени Сербского нужны веские основания. Большинство из тех, кто здесь находится, направлены на принудительное лечение решением суда. Но наши герои тут по доброй воле. У них нет проблем с законом, да и проблем с алкоголем, по их мнению, тоже нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю себя человеком непьющим. Пью в мерах, скажем так, в приемлемых мерах. То есть в основном это по выходным, по праздникам. То есть 2-3 коктейля, может быть, бутылочку пива. Вообще не употребляю крепкие напитки, крепче вина. Но для меня вот этот эксперимент, как бы вы, для меня это вызов. Я упивающий человек. Не алкоголик, но, в общем, это дело у меня бывает. Нетрезвые люди приступают закон чаще. Эта тема не для исследования, а для констатации. Об этом говорят данные статистики. В научном центре имени Сербского уже 70 лет бьются над вопросом, почему. Не каждый выпивший человек пойдет на преступление. Но какова доля вероятности? С биологической точки зрения агрессивность – это основа эволюции. Потому что мы с вами существуем именно потому, что в результате того, что побеждал сильнейший, выживал сильнейший, шла эволюция, и биологический мид совершенствовался. Если человек выражает агрессию в трезвом виде в основном в словах, то алкогольное опьянение в данном случае может быть провоцирующим фактором для того, чтобы агрессия перешла уже и в физический уровень. Он сам по себе не является гарантией совершения агрессивных действий. Но это очень сильная предрасположенность к агрессивным действиям, особенно в сложных конфликтных ситуациях. Это может быть какая-то беседа на повышенных тонах, она может перейти в драку и потом в кровопролитие. Однозначно предсказать поведение человека под воздействием алкоголя не возьмется ни один ученый, нарколог или психиатр. Даже для того, чтобы сделать предварительный прогноз, нужен ряд исследований. Пока результаты этого эксперимента для специалистов так же непредсказуемы, как и для его участников. В сером прямоугольнике вы читаете утверждение. Временами я не могу справиться с желанием причинить вариант других. У вас есть возможность выразить свои отношения к этому утверждению. В начале участники эксперимента проходят психологические тесты. Это позволит выявить уровень исходной агрессивности у каждого из испытуемых. Психологов прежде всего интересует именно агрессивность как устойчивая черта личности. Потому что именно поэтому показать ли мы можем судить о том, будет ли, насколько вероятно, агрессивное поведение. Определенный уровень агрессивности есть у каждого человека. Я даже думаю, что чем он выше, тем он лучше, потому что это основа либо успешности. Но вот каким образом, в какой форме эта агрессивность будет проявляться. Результаты теста показали высокую исходную агрессивность сразу у двух участников. Ростислава и Алексея. Они склонны к непродуманным поступкам. Могут относиться к людям с пренебрежением и провоцировать конфликтные ситуации. В общем-то, я человек достаточно агрессивный. Но, в принципе, в состоянии алкогольного пенения я могу, кстати, вспылить и поругаться даже на кого-то там достаточно серьезно. У него исходная агрессивность достаточно высокая. Это видно и по шкале физической агрессии, и по шкале вербальной, то есть речевой агрессии. Поэтому личность, в общем-то, склонная к агрессивному поведению. Показатели исходной или скрытой агрессии еще ни о чем не говорят. Путь от скрытой до проявленной может быть огромным, а может быть пройден всего за полчаса с помощью алкоголя. Совсем не обязательно, что у преступников высокий уровень агрессивности, потому что в преступном мире, так же, как и в мире нормативном, есть лидеры, у которых высокий уровень агрессивности, есть исполнители, а есть те, кто плывет по течению, и у них как раз уровень агрессивности может быть еще низкий. Многочисленные исследования, проводимые в научном центре, доказывают, что у тех людей, кто регулярно попадает на скамью подсудимых, не самый высокий уровень исходной агрессивности. У них, как правило, нарушены механизмы, которые отвечают за систему контроля над поведением. Алкоголь будет являться таким курком, мы говорим, триггер, курковой механизм, когда небольшая доза алкоголя снижает, во-первых, критические способности и, что самое важное, функцию волевого контроля над агрессией. Что касается алкоголя, то он просто раскрывает личность. Если человек в трезвом состоянии как-то подавляет свои агрессивные стремления, то алкоголь снимает вот этот самоконтроль и, естественно, приводит к тому, что личность, склонная к агрессивному поведению, она раскрывается во всей своей, в кавычках, красе. Чтобы исследование было полным, нам придется помочь испытуемым достичь своей точки кипения. Самый простой путь – подогреть их эмоции на 40 градусов. Здесь разновидность спиртного значения не имеет. В коре головного мозга ни качество, ни букет, ни послевкусие оценены не будут. Действия этилового спирта на нейроны всегда одинаковы. Состояние алкогольного опьянения негативно будет сказываться на работе каждого нейрона, каждой клетки мозга, влиять на ее биохимию, и далее будет отрицательно сказываться на активности уже отдельных блоков мозга, отвечающих за разные функции. На голове Александра закрепляют 22 датчика. Они будут фиксировать те изменения, что будут происходить в электрической активности головного мозга. Так, Александр, глаза закрыли. Энцефалограмма позволяет регистрировать с поверхности черепа биоэлектрическую активность мозга, которая складывается из активности миллиардов нейронов, электрических клеток, из которых мозг состоит. Уже через 20 минут после приема алкоголя показания электроэнцефалограммы меняются. Так на графике электрической активности головного мозга выглядит состояние алкогольной эйфории. Под влиянием небольшой дозы алкоголя, принятой этим человеком, он приходит в состояние благодушия, эйфории, расслабленности. Уровень активации коры снижается, так же, как и уровень реактивности коры на негативное эмоциональное воздействие. На картинках электрической активности мозга полный штиль. В качестве внешнего раздражителя в этом исследовании используют резкий звук в наушниках. Но даже это не вызывает у Александра выраженной реакции. И это небольшая доза. И действительно, по всем шкалам теста Баса Дарки мы получили уменьшение агрессивности. Физическая агрессия уменьшилась, косвенная агрессия уменьшилась, раздражение, обида, подозрительность и вербальная, то есть только вербальная речевая агрессия увеличилась. Это приятное чувство расслабленности и благостное настроение даются нам дорогой ценой. Участки головного мозга под воздействием спирта просто отключаются от восприятия информации извне. Когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, у него ослаблен однозначно контроль за своим поведением, за ситуацией. Он сам может легче спровоцировать поведение преступника, правонарушителя. И за счет того, что у него снижается контроль за ситуацией, он может как раз оказаться в той ситуации, где он может оказаться жертвой. У него замедленное движение, к нему можно подойти, ему можно одним ударом уложить и все, и обобрать ее и уйти, никаких проблем не будет. Вот такого типа человека, он может вызывать агрессию, провоцировать ее. Самое неприятное в состоянии алкогольной эйфории то, что она проходит, унося с собой тысячи нейронов. Алкогольная интоксикация уже на начальной стадии снижает способность справляться с довольно простыми задачами. Уже при этих дозах, если человек сядет за руль, это уже чревато последствиями. Потому что проблема состоит в том, что он себя ощущает великолепно, он на подъеме, он прекрасно относится ко всем окружающим, а вот скорость двигательной реакции замедляется. Многие водители считают, что управление автомобилем осуществляется на уровне рефлексов. Но даже в самой легкой степени опьянения страдает функция периферического зрения. Контролирующие механизмы угнетаются, и человек перестает осознавать потенциально рискованную или опасную ситуацию. Бывало ли так, что вы в состоянии опьянения за рулем находились? Нет, у меня никогда не было. Может, после бутылки пива, да, а чтобы там серьезно так напиться и ехать. Здесь имеется некоторая потеря ситуационного контроля или снижение ситуационного контроля, когда он позволяет себе находиться в состоянии опьянения за рулем. Резко увеличилось время реакции, это видно по всем трем тестам, и значительно увеличилось количество ошибок. Это говорит о том, что испытуемый совершенно не готов к нестандартным ситуациям, он очень опасен за рулем, и вообще в ситуациях, когда надо принимать быстрые решения. Только за 7 месяцев 2009 года по вине нетрезвых водителей произошло 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 9 тысяч людей получили ранения различной степени тяжести. 982 человека погибло. Такси остановилось вплотную к пешеходному переходу, то есть как бы закрыв обзор. Когда одна машина пошла, ребенок сделал шаг вперед за эту машину, и за ней шла еще одна иномарка. Иномарка сбила его. Не останавливаясь, то есть ребенка отбросила на капот, и с капота сбросила на асфальт. Машина не останавливаясь, проехала прямо по ней. За рулем была женщина. Елена избегает телекамеры, старательно прячет лицо. Она работник прокуратуры, но теперь это в прошлом. Елена находится под следствием. Экспертиза подтвердила, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гибель Саши заставила жителей Волгограда выйти на улицы города. Ему было всего шесть лет. И такие люди, как она, не должны ходить среди нас. Но она будет еще ходить. А маленький мальчик, которому надо было жить, он не будет жить из-за пьяной компании, которая просто гуляла в этот день. А был ли шанс, не знаю. Всегда, наверное, шанс есть, если человек смотрит на дорогу, которую управляет машиной. Каждое действие состоит из трех частей. Части сенсорное, то есть восприятие, потом принятие решения и моторная часть, то есть исполнение этого решения. Вот на каждом из этих трех этапов у человека, выпившего, могут возникнуть проблемы. Он может медленнее воспринять объект, испытать затруднения при принятии решения, как ему действует, так или эдак. И, кроме того, он может медленнее исполнить принятое решение. Все в совокупности чревато различными рода авариями, катастрофами, трагедиями. Дело в том, что мы не законопослушная нация. И мы привыкли нарушать закон. Поэтому, когда был разрешен какой-то минимум употребления алкоголя, этот минимум практически всегда превышался. Поэтому, если говорить о состоянии алкогольного опьянения, в котором человек находится за рулем, я считаю, что это категорически недопустимо. Наши герои отлично знают, что является предметом исследования. В таких условиях, по мнению ученых, не стоит ожидать открытого агрессивного поведения. Все испытуемые контролируют себя. А вот процессы, идущие в коре головного мозга, находятся под контролем этилового спирта. Для того, чтобы убедиться в том, что действительно реактивность коры повышена на негативное эмоциональное воздействие, мы и давали неприятный звук в течение минуты. И данный эксперимент позволяет нам сказать, что у этого испытуемого реактивность коры на негативное воздействие резко повышена в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с исходным. Мозгу Ростислава пришлось пройти более серьезные испытания. Алкогольная интоксикация в его случае достигла средней степени тяжести. В обычной жизни человек в таком состоянии будет очень остро реагировать на различные психологические, прежде всего, факторы из окружающего мира, на неправильно сказанное слово, на интонацию, может быть, что-то субъективно не понравится, и вызовет состояние возбуждения и, возможно, непредсказуемую реакцию поведенческую. Даже прием небольших доз алкоголя вызывает у человека нарушение работы рефлексов. Но это низшие формы мозговой деятельности. Спиртное же действует преимущественно на ее высшие формы. Исследования показали, что после приема так называемых умеренных доз высшие функции мозга полностью восстанавливаются только через 7 дней. В состоянии алкогольного опьянения у человека резко нарушается контроль за своим поведением и увеличивается вероятность импульсивных действий. Поэтому любое субъективно оскорбительное действие извне может спровоцировать вот эту импульсивную реакцию. Он получил стресс на работе, поругался с кем-то. У него неустроенность в семье, в личной жизни. И здесь небольшое количество алкоголя, конечно, может немножко его растормозить. Он может где-то расслабиться. Опять же, снизится функция волевого контроля. И агрессия может проявиться. Невинный рисунок в исполнении заключенного – тоже тест. Но психологическое состояние личности. Его результат ни на что не повлияет. Приговор уже вынесен 6 лет назад. Но, возможно, этот тест поможет найти ответ на вопрос, который мучает Стаса все это время. За эти годы не раз возникали в мыслях воспоминания об этом, обо всем произошедшем. То есть, пытаешься как-то нарисовать эту ситуацию и с разных сторон к ней подойти просто, если бы был бы трезвый, если бы… Стас не был большим любителем выпить. Занимался спортом, увлекался музыкой. Собирался организовать свою рок-группу. И в тот вечер, когда в его дом пришла веселая компания, он больше был увлечен игрой на гитаре. Я рассказал бы тебе все, что знаю. Только об этом нельзя говорить. Выпавший снег никогда не растает. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. В процессе просто они сами мне уговорили, давай, давай. Тем более, чтобы получше поиграть на гитаре и все такое прочее, чтобы было нормальное настроение. По прошествии какого-то времени просто некоторые лица начали пьянеть. Пьянеть и начали просто неадекватно себя вести. Я сначала этих вещей не замечал. Человек искаженно в опьянении воспринимает отношения людей к нему, людей, окружающих ему, всю обстановку. И может некоторые безобидные вполне фразы воспринять как фразы, какие-то послания, которые ущемляют его достоинства, унижают его, оскорбляют. Ну и вплоть до того, что вообще он может воспринимать это как прямую угрозу для себя. Один из ребят начал приставать к моей девчонке. Зовут ее Наташа. Когда я это заметил, я положил гитару, подошел к нему, попросил его отойти. Зовут ее Наташа. Для человека, выпившего, вообще говоря, почти нет простых ситуаций в межличностном общении, потому что очень мало, малое количество субъективных выборов, количество вариантов поведения. Поэтому отбрасываются гибкие варианты поведения и остаются только самые прямолинейные. На пуче спиртного произошел скандал. Они вышли разбираться в подъезд. В ходе драки он повредил одного ножом в область живота и начал убегать. Его догнал другой товарищ, он также начал с ним драться. Он просто повредил того, в ходе чего скрылся. Вы понимаете, дело в том, что сейчас это немного выглядит вот так абстрактно, я не знаю, глобально. А так это же происходило в считанные минуты, в считанные секунды, понимаете? То есть, да сейчас можно эту ситуацию рассказать, как-то описать. А на тот момент, там только спонтанные какие-то действия и решения. Либо ты, либо тебя. Если даже он сам не полезет в драку, кто-то другой может полезть. И тогда он окажется жертвой. И не сможет дать отпор. Поскольку его начнут избивать, он схватится за нож. Это вообще известная ситуация, что убивает обычно слабый. Сильно бьет клыками, а слабый хватает, что под руки попадется. Там молоток, нож, что еще там есть под рукой. Нож я убирал со стола, когда началась эта ситуация. На столе, где лежала закуска, за которым сидели. Я убрал его просто со стола и положил в Олимпийку. Мне казалось, на тот момент самым оптимальным вариантом. Поведение в состоянии алкогольной интоксикации трудно объяснить даже самому себе. Здесь нет и не может быть логики. Но выводы судебной экспертизы однозначны. Был вменяем и давал себе отчет в своих действиях. Это застолье обошлось слишком дорого. Гибелью двух человек. В колонии строгого режима Стас проведет 15 лет. Только потому, что в тот вечер он был пьян. Так, Алексей, свободно, свободно, не напрягайтесь. Это нейрофизиологическое обследование, первое в жизни Алексея. В спокойном состоянии результаты его электроэнцефалограммы не вызывают у специалистов лаборатории никакой тревоги. Все участники эксперимента получали одинаковую дозу алкоголя – 200 граммов. Но в случае с Алексеем это заставило ученых отказаться от дальнейших испытаний. Сочи кусочек. Для Алексея результат эксперимента – это диагноз нарколога. Можно уже говорить не просто о риске развития алкоголизма, а о риске развития осложнений, связанных с алкоголизмом. Продолжение следует... Григорий, 30 лет. В бывшем повар престижного ресторана. Сегодня отбывает срок по статье «Разбойное нападение». Дома остались жена и дочь. Я сама помню, что это недостаточно, каждый самый фрагмент. А после того, когда нас уже милиция задержала, мы втроем сидели, и уже один вспомнил то, другой то. Я вспомнил это, этот самый момент. Мы резко заходим в дом. Этого мужчину садим на диван и начинаем вымогать у него деньги. Вот эти, про которые был разговор. Практически я держал его за руки. Брат его бил по лицу. Вдруг ходил по дому, искал еще что-нибудь. Но никто не ожидал из местных жителей, что Григорий может совершить более тяжкое преступление. Так в один из дней Григорий совместно с своими друзьями совершил убийство местного жителя, а именно местного учителя. Все люди были поражены жестокостью данных людей. Сейчас я покажу вам, как приготовить гуляш по-деревенски. Выбор продукта у нас невелик, но кое-что вот немножечко нашли. Так что приготовим из того, что есть. Тихий и спокойный. Так отзывались о Григории все, кто его знал. Трудно поверить, но стакан водки сделал из него другого человека. А я этого ничего не помню. Я помнил только, что у себя дома мы выпили, пошли туда, как дошли. Больше я практически не помнил ничего. И потом вот эти слова брата, когда он говорит об убийстве этого человека. Когда он совершает, он все, он, по крайней мере, осознает и до какой-то степени контролирует. Он забудет потом. Если он не помнит на следующий день, это не значит, что он находился в беспамятстве во время опьянения. Во время опьянения он был в сознании, в измененном состоянии сознания за счет алкогольной интоксикации. Был пьяный, и пьянка сама стала сама по себе проходить. Нас задержали буквально сразу же, наверное, где-то часа через полтора после совершения преступления этого. Поведение нетрезвого человека пассивно. Поэтому в большинстве случаев пьяные преступники даже не стремятся скрыться с места преступления. Я вообще об этом сама даже не думал. Я был настолько пьян сама, сама то, что я сама не то, что сама жила одним днем. Я как-то одноминутно все это происходило. Я сама, я не знаю, что мною двигало. Я не думал о том, что будет даже через 10 минут. Не говоря уже о том, какие самопоследствия я сама не ожидаю. Свои навыки профессионального повара на тюремной кухне Григорий оттачивает уже 6 лет. Теперь он живет не сегодняшним, а тем самым днем, когда выйдет на свободу. Вернется к семье и, возможно, к любимой работе. Вернется к тому, от чего отлучила его водка на 9 лет. События того дня Григорий помнит плохо. Но чем закончилась для него эта пьянка с друзьями, вряд ли теперь сможет забыть. Вот эти вот так называемые амнестические формы опьянения, когда человек запамятывает или определенные события, или даже весь период алкогольного опьянения. Это говорит о том, что очень серьезные дегенеративные изменения происходят в коре главного мозга. Алкогольная амнезия – лишь одно из очевидных последствий токсического действия спирта на мозг. Несмотря на это, в судебно-психиатрической практике такой случай называют простым алкогольным опьянением. И в этой ситуации потеря памяти не освобождает от ответственности. Все это водочка, да, водочка. Это не от мяса, не знаю, не от кубасы. Все это от водочки. А почему так получается, вот черт ее знает. И у каждого по-разному оно выражается. Другой сядет за руль, разгонится, просто в столб въедет. Вот просто. Разгонится, въедет в столб. Ну, а у меня вот так вот получилось. Владимиру 36. Он слесарь высшего разряда. Пьет, по его мнению, как все. По пятницам в конце рабочей недели. О своем непредсказуемом поведении уже после первой рюмки ему хорошо известно. Только все больше по рассказам очевидцев. Ну, в общем, утром я проснулся. Картина наистрашнейшая. Все, что должно было стоять, все лежало. Все, все, буквально все, все, все. Но в холодильнике были вмятины. То есть я специально сел, вмятины эти кулаками померил. То есть я вижу, что бил я. А зачем бил я эти холодильники? Я не знаю. Для чего я это делал? Приступы немотивированной агрессии – нередкая составляющая алкогольная интоксикация. Объективная причина такого поведения одна – алкоголь. Причем из всех известных меру наркотических средств подобное состояние вызывает только этиловый спирт. Попадал в милицию. Попадал и не раз. И по-крупному попадал. И по мелочи, тем более. По-разному попадали. Все с водочкой, все с водочкой, с водочкой. Без нее никак. Идешь один, все, и тебя никто не трогает. Ты никого не трогаешь. Все нормально. Как только стакан принял. Все, дорога не та. Взгляды не те на тебя. Люди, уже попавшие в зависимость, как правило, и не подозревают об этом. Но они уже относятся к группе повышенного риска. Риска оказаться на скамье подсудимых. В наркологическом диспансере почти у каждого пациента есть своя криминальная история. И не одна. Подойти без разбору, по голове ударить. А потом сказать, извини, ошибся. Да, было такое. Они меня уже знают. В милиции часто. Ну, в принципе, плохого они мне ничего не делали. Не, один раз загремел мне два года и один месяц далее. По мнению Владимира, пьет он немного. В компании его друзей это не предел. В свои 24 года он уже повидал многое. Только к реальности это не имеет никакого отношения. Ну, какими-то иголками инопланетяне начали стреляться. Какие-то тарелки летающие сзади летели со мной. Я испугался очень сильно. Очень-очень испугался. Я от них убегаю. А по дороге и туфли скинул, чтобы легче бежать было. Носки снял, штаны снял, рубашку снял. Белая горячка – это алкогольный психоз, который возникает на второй-третьей стадии алкогольной зависимости, когда человек после длительного периода пьянства внезапно его прекратил. И вот в ближайшие 2-3 дня такие изменения, возникают биохимические изменения в организме, что развивается вот это вот психотическое состояние со зрительными галлюцинациями, могут быть слуховые галлюцинации. Все эти переживания ощущаются больным с полной реальностью. Отсюда становится ясно, какую опасность представляет для окружающих человек в таком состоянии. Защищая себя от мнимой опасности, он сам часто становится преступником. Наркологи отмечают, помолодел не только сам алкоголизм, но и алкогольные психозы. Врачи их наблюдают у подростков уже с 15 лет. Развитие крайних форм заболевания тоже ускорилось. Первый алкогольный психоз можно испытать уже спустя 5 лет от начала возлияния. Во-первых, у нас резко снизился возраст первых проб. 13-14 лет для наркотиков и для алкоголя. Это очень низкий возраст. Очень низкий возраст. Ну, достаточно выйти на улицу и посмотреть, что происходит. И чем раньше в целом нация начинает употреблять алкоголь, тем в целом в более раннем возрасте начинает развиваться алкогольная зависимость. Скажите, в жизни у вас были травмы головы? В жизни не было. А спортом занимались? Спортом, да, но занимался и занимаюсь до сих пор. Футбол. Интерес нарколога к возможным травмам не случайен. Специалистам это многое объясняет в поведении человека. В том числе и то, каких последствий можно ожидать в результате приема алкоголя. Результаты анализа энцефалограммы первого испытуемого показали, что у него, к сожалению, есть признаки органического поражения мозга, по-видимому, в результате полученной ранее травмы. О перенесенной черепно-мозговой травме Александр даже не подозревал. Мало кто из нас без явных причин интересуется состоянием своего мозга. Со слов специалистов, нарушения у Александра незначительны. И, скорее всего, они никак не проявят себя в течение жизни. Однако так бывает не всегда. Важным фактором, способствующим совершению агрессивных поступков, являются черепно-мозговые травмы, полученные на разных этапах жизни человека. Среди лиц, совершивших агрессивные правонарушения, более половины, до 70%, людей, получивших черепно-мозговые травмы. Органическое поражение мозга – одна из причин возникновения особого состояния опьянения – патологического. Это психическое расстройство возникает неожиданно даже от самой малой дозы алкоголя. Его могут испытывать люди, не страдающие алкогольной зависимостью, да и вообще выпивающие крайне редко. В состоянии этого патологического опьянения люди совершают как раз очень тяжелые правонарушения. Это, как правило, убийства. Это убийства не однократные, а многократные. И человек в состоянии патологического опьянения реально и действительно опасен. Плохо все очень получилось. Очень плохо. Я не только себя же не спорю, я всем же не спорю. Я не знаю, конечно, что там могло произойти, чтобы он так поступил, но так от него никогда в жизни не ожидали. Никогда такого поведения не было, чтобы там агрессивный с кем подорвался или еще что-то. Поэтому для нас это вообще шок, что он так мог. Домой Александр пришел нетрезвым. Выпил по дороге две бутылки пива. Этого оказалось достаточно. Был ли скандал с родителями, достоверно никто теперь не скажет. Он в возглавном состоянии нанес повреждения, ножевое ранение в область груди матери и отцу. А также находившиеся в тот момент в гостях у них подруги матери, женщине, которой 82 года. От полученных повреждений родители Волченко, Александра, скончались на месте. Ну я лично этого ничего не помню. Я когда в себя пришел, я просто был в шоке вообще. Когда я очнулся вообще. В настоящий момент у следователей не осталось вопросов. Александр признал свое вино. Хотя сам он поверить в произошедшее до сих пор не может. Отучился бы сейчас и работал бы опять нормально. В этой сфере, в которой я работал. В которой я знаю, которую хорошо понимаю. В сфере обслуживания. Потом дальше пошел бы учиться. Я хотел пойти на этот. Организатор общественного питания. Хотел пойти учиться. Потом, после курсов. Вот если бы все вернуть, так бы все и получилось. Сейчас Александр ожидает результатов судебной экспертизы. По предварительному анализу специалистов, в момент совершения преступления он находился в состоянии патологического опьянения. Из-за двух бутылок пива. Патологическое опьянение, которое возникает на фоне, в принципе, каких-то стрессовых факторов, усталости, переутомления, перенесенных в недавнем прошлом заболеваний. То есть, когда организм ослаблен какими-то перегрузками, заболеваниями, небольшое количество алкоголя может вызывать помрачение, психотическое помрачение сознания, которое будет сопровождаться брутальной, неконтролируемой агрессией. Каждый вечер молюсь. И каждое утро. В церковь бы сходил бы. Вот в лагерь везут, там должна быть церковь. Буду ходить каждый день. Не знаю, поможет, не поможет, но ходить буду. Раскаяние. Первое чувство, что возвращается вместе с сознанием. Но случившегося не исправить. Патологические изменения мозга в сочетании с алкоголем дают непредсказуемую реакцию. Невменяемых преступников отправляют на принудительное лечение. Новый уголовный кодекс из перечня обстоятельств, отягчающих вину, состояние алкогольного опьянения убрал. Я думаю, что это неправильно. Потому что если мы говорим об ответственном употреблении алкоголя, наш человек должен отвечать за все, не только за то, что он сделал в этом состоянии, но человек должен отвечать за то, что он себя в это состояние алкогольного опьянения ввел. После приема алкоголя оставшиеся в строю участники эксперимента, Александр и Ростислав повторно прошли психологическое исследование. У второго воспитываемого показательность, если сравнивать с первым, физическая агрессия до, видите, насколько она больше, чем здесь, чем у первого воспитываемого. То есть физическая агрессия – это самое главное, то есть это то, что может привести действительно к насильственным действиям. Ростислав по результатам теста и в трезвом состоянии склонен к агрессивному поведению. Но под воздействием алкоголя эта вероятность увеличивается. Это говорит о том, что личность как бы настроена на совершение агрессивных действий. Это не значит, что 100% что агрессивное действие будет совершено, но это вполне вероятно. Наш эксперимент не претендует на звание научного. Для этого понадобилось бы в 10 раз большее количество испытуемых. Зато его результаты весьма наглядны. Для всех участников эксперимента кружка пива, стакан вина или 100 граммов водки могут стать роковыми. Хотя им самим в это трудно поверить. С учетом уровня потребления алкоголя в масштабах страны, конечно, мы все оказываемся в группе риска. Не надо быть специалистом, чтобы понять. Индивидуальная реакция на спиртное непредсказуема. Алкоголь не только убивает изнутри. Он может сделать любого убийцей. Никто не в состоянии подсчитать, какой процент людей подвержен такому воздействию. Трудно предсказать, какое количество спиртного может подтолкнуть вас к преступлению. И в каком качестве. Жертвы или преступника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok